Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности! Да, и мы опять же продолжим разбирать мои книги по философии. Я выбираю из каждой октограммы самую такую простую, интересную и самую вот такую вот презентабельную книжку, которую можно в общем-то вам показать. И во второй октограмме, октограмма это сборник книг моих по философии, состоящий из восьми текстов. Так вот, вторая книга второй октограммы называется «99 скептических тропов». Ну вот, то есть, так вот и есть. В этой книжке разобраны ровно 99 скептических тропов. Но давайте будем честны. Первые 15 придумал, ну уж точно не я. Первые 15 относятся как раз к истории философии, к истории скептицизма непосредственно античного. И там, в общем-то, они разбирались. А также я с определенным, в общем-то, вниманием отнесся к истории философии вообще. И использовал основные тейки главных философов, вроде Эммануила Канта, тоже в качестве скептических тропов. А также добавил вот ко всему этому массиву уже известных философий, положений, которые могут быть использованы в качестве скептических тропов, еще с другими своими положениями. Вот у меня и получился такой замечательный, интересный текст, на который, ну, я рекомендую вам обратить, конечно же, внимание. И если вы хотите узнать, что такое скептицизм, и на каких положениях он базируется, и почему он не верит, почему это тропы вообще, ну, в общем, советую обратить внимание на данное видео, и в итоге когда-нибудь на данный текст, когда он выйдет в полном виде. Мы не будем на этот раз листать текст полностью, мы просто посмотрим вступление, в котором как раз описаны все тропы. Вот. Сначала, сначала обратим внимание на то, что такое тропы. Скептицизм, он как бы не верит ни во что, ни в одно убеждение. У скептика не должно быть ни одного убеждения, вот вообще ни одного. Эмпирические убеждения нет, никаких вообще убеждений у него быть не должно. Вообще, античные скептики, они как раз избегали именно суждений, но я считаю, это неправильно. Главное не избегать суждений, главное избегать убеждений. И только тогда человек может действительно претендовать на скептицизм. Скорее всего, античные скептики и подразумевали нечто такое, избегать не столько суждений, сколько убеждений, потому что суждения они сами делали. И вот эти вот самые тропы, это и есть те самые суждения. Но для чего они нужны и почему они называются тропами? Тропами они называются потому, что они являются по сути риторическими фигурами в споре. Это не какие-то аргументы, которых скептики придерживаются, в которые они верят. Нет, нет, нет и еще раз нет. Троп это просто риторическая фигура, так скажем, фигура речи. Но при этом эта фигура может использоваться в спорах, чтобы опровергнуть позицию противника, и чтобы противник тоже мог приблизиться к скептицизму, например. Да, это определенные критические положения. Определенные критические положения, которые критикуют тот или иной массив философских, религиозных и прочих учений. Вот в принципе, что такое троп. Троп. Истории известны такие тропы, как тропы Эниседема и тропы Агриппы. Разберем их сейчас быстренько, мгновенно. Мы их уже разбирали. Разбирали, да, в контексте античного скептицизма. Это первое, что разбирается. Но давайте быстренько пройдемся по ним. Тропы Эниседема. Ровно 10 штук. Первый троп. Разные живые существа чувствуют по-разному. И совершенно невозможно понять, кто чувствует правильно. Если совсем уж банализировать вот данный троп, то мы можем сказать, что черви не обладают зрением. Они не видят, они не слышат. Ну, вероятно, они только тактильными какими-то рецепторами обладают. Если обладают. На самом деле, я не знаю, как черви устроены. Но, допустим, обладают. И все. На этом заканчивается их ограничение в чувственности. Тем более, скорее всего, скорее всего, их тактильные рецепторы, если они у них вообще есть, устроены, скорее всего, несколько иначе. Значит, у них даже тактильность другая, не такая, как у нас. То же самое с зрением. Даже зрение у разных видов, оно разное. У некоторых его вообще нет. А некоторые ощущают вообще мир иначе немножко. Кто-то с помощью теплосенсоров каких-нибудь, тепловые рецепторы существуют. Причем не те тепловые рецепторы, которые вот у нас существуют, когда мы там до горячего касаемся и чувствуем, вот, ой, горячо. Нет, просто настоящий тепловизор в некоторых животных встроен, и они могут якобы, вот, в общем, чувствовать другие теплые тела и холодные, соответственно, различать теплое и холодное. А, вот, и, например, еще существует такая форма, как эхолокация. То есть, с помощью звука определять расстояние до предмета и, в общем, да. Все понятно. Ну, то есть, уже из известных нам видов, известные нам существа, они, собственно, обладают разными ощущениями. Но! Но давайте заметим, что и сами люди, скорее всего, чувствуют немножко по-разному. Также есть целая теория квалия, которая говорит нам о том, что вот даже когда мы... Ну, допустим, у нас есть один цвет. Мы сказали, что вот этот вот цвет, не знаю, какой, сейчас ручку возьму синюю. Вот, вот этот цвет синий. Мы договорились, вот этот цвет синий. Но я вижу его вот таким вот синим. А, допустим, вы видите его зеленым. Но, по договоренности, мы будем говорить, что это синий. Всегда. И поэтому, когда вы видите зеленый, вы говорите, а, это синий. Но для меня он... Он для меня действительно как бы... Синий, но для вас он зеленый. Это, в принципе, и есть эффект квалия. То есть, вы... Мы вот договорились о том, что вот этот предмет называется синим. Но я могу воспринимать его как синий или красный. Вообще не важно, как я его воспринимаю. А вы можете воспринимать его совсем по-другому. Но из-за нашей договоренности мы называем его синим. А, вот. То есть, есть такие же догадки насчет вот этого данного тропа, так скажем. Вот только уже в области квалия. Следующий троп второй. Среди людей также не существует единства. Их чувства, их отношения к одним и тем же вещам настолько различны, что нет смысла доверять ни своему, ни чужому суждению. Все понятно. Мнения людей отличаются, чувства людей отличаются, восприятия людей отличаются, размышления людей отличаются. И поэтому нет никакого надежного критерия. Один человек... Третий троп. Один человек имеет несколько разных органов чувств, свидетельства которых различны. И непонятно, какому нужно отдать предпочтение. Я бы здесь добавил непонятно, какой группе из них можно отдать предпочтение. Одному, двум органам чувств, трём, четырём. Как они вообще работают. Ну, это всё довольно-таки тяжело. Слух, зрение, обоняние, да, и так далее, и так далее, и так далее. Всё вот это вот работает совершенно по-разному. Ну, вот мы видим ручку. Прекрасная, замечательная ручка. Вот мы её видим. Я, в отличие от вас, могу её трогать. Могу её нюхать. Ну, на самом деле, она ничем не пахнет. Я могу даже её на вкус попробовать, но, правда, не буду. Так вот. Все органы чувств говорят вот об этой штуке разные вещи. Совершенно разные. Интересно, насколько они тесно, вот эти вот вещи, связаны. И можно задавать множество философских вопросов, связанных с вот этой вот дурацкой одной обычной ручкой и с бесконечным множеством других предметов. Насколько иллюзорны наши восприятия тех или иных органов чувств и так далее, так далее, так далее. Продолжаем. Четвёртый троп. Состояние человека постоянно меняется, и в зависимости от этого он выносит разные суждения. Ещё одно такое интересное замечание. Ну, вот мы веселы, мы замечательно себя чувствуем, всё хорошо. А, вот, да, и здесь начинается такая интересная проблема. Мы можем начать выносить ложные суждения на базе вот этого самого нашего состояния. Или наоборот, мы бесстрастны, бесстрастны. И когда мы бесстрастны, мы выносим совершенно другие положения. И это, конечно, тоже очень интересно. Но, когда мы, например, грустны, мы тоже выносим какие-то другие, в общем-то, идеи. И это тоже становится своеобразным таким, как бы, ответвлением от того, что мы вообще делаем. А, что мы вообще, какие выводы мы производим в итоге. Это странно, это очень странно. И какое из этих состояний является наиболее адекватным для познания? Ну, учёные, например, думают, что бесстрастие. Может быть, может быть. Но, а кто знает? Христиане, например, уверены, что именно в любви, в любви, в состоянии любви, находится вот эта вот истина. То есть, когда человек любит другого человека, тогда он может увидеть его истинным, то есть таким, каков этот человек есть. Это не тот вот подлый пьяный ублюдок, который, не знаю, убивает там старушек. Нет, нет, у него там чистая душа, он потрясающий такой, замечательный. Ну, просто согрешил несколько раз. Вот такая истина. И на самом деле критерий здесь тоже нет. Критерий в состояниях нет. У нас имеется колоссальное количество различных состояний. И в разных состояниях люди делают совершенно разные выводы. Интересно, да? Тоже продолжаем. И выбор состояния, например, в науке бесстрастия. Ну, это просто так наобум пальцем ткнули. Ну, давайте будем бесстрастными, когда будем заниматься наукой. Но на самом деле, давайте тоже не будем обманывать себя. Многие учёные любят предмет своего исследования. И тот, кто говорит, что не любит, ну, обычно обманывает себя и других. В большинстве случаев есть определённое пристрастие и даже у учёного. Ну, то есть, состояние человека, он, собственно, выбирает одно из состояний. И здесь уж никак без этого не обойтись. Пятый троп. Эниседема. Суждение или оценка ситуации также зависят от обычаев того народа, которому человек принадлежит. Эти оценки могут быть прямо противоположны. Да, всё зависит от религии, от философских каких-то притязаний, от каких-то философских положений. И даже от традиции самой науки. Традиции метода, традиции используемых методов, традиции, в общем-то, естественной установки. И многих других интересных традиций, от которых могут зависеть суждения учёных. И не только. И это тоже вполне так себе действующие факторы, которые могут очень сильно повредить истине суждений. Ну, или, по крайней мере, обычаи. Обычаи от обычаев очень сильно зависят то, какие суждения в итоге получатся. Ну, например, логика. Логика Аристотеля. Откуда она взялась? Откуда придумал её Аристотель? Это не обычай какой-то нашего европейского, так скажем, народа. Это не какая-нибудь традиция? Нет, это точно истинная логика, которая помогает нам искать истину. Да, да, серьёзно. А как это доказывается? Докажите, пожалуйста, нам логику. Нет, не докажете. Не сможете. Вам придётся создать другую логику, чтобы доказать эту. И в этом заключается проблема. А чтобы доказать уже вторую логику, которую доказывает первую, придётся создать ещё одну логику. И так до бесконечности. Ну, получается, логика это просто традиция, на которую опираются, в общем-то, представители нашей культуры. А что мы можем сказать про математику? Это не какая-нибудь там традиция. Это же не просто вымышленные в голове циферки, которые что-то значат для нас. Какие-то гиперабстракции. Нет, это, к сожалению, если мы пытаемся упростить полностью вот это высказывание, не дело никаких больших гиперпритязаний, то математика это, на самом деле, система абстракций и традиций. Да, действительно, её можно привязать к опыту, и действительно, из этой привязки можно извлечь определённую пользу. Но именно познавательные характеристики математики всё равно остаются под сомнением. Познать модель чего-то там не значит познать настоящий предмет. К сожалению, это вот так вот. И, как вы понимаете, вот эти вот обычаи, традиции, даже внутри науки, они всегда продолжают действовать. И они предопределяют определённые суждения и оценки, в том числе учёных, философов и людей религиозных. При этом мы не можем сказать, какая система оценок, какой из обычаев более правильный, какой из них более верный, какие системы обычаев верны. Мы не имеем критерия нахождения всего этого, просто не имеем. Продолжаем. Шестой троп. Ни одна вещь не является в чистом виде, но всегда воспринимается в смешении с другими вещами. Поэтому ни о чём нельзя сказать, что оно есть на самом деле. Напоминаю, что в науке, опять же, буду приводить часто науку, потому что наука сейчас одно из самых несомненных таких учений, в котором люди вообще не привыкли сомневаться, и вообще примеры из науки более как бы наглядны. Ну так вот, в науке есть такое понятие, как эксперимент. То есть мы проводим некие опыты над предметом, изъятым из вообще всех остальных каких-то факторов. Ну то есть на него больше ничего не воздействует, кроме того, что вот в эксперименте принимают участие. Мы отделяем всё, что является лишним от предмета исследования, и производим определённые действия, тоже якобы не смешанные с другими вещами, как бы так получается. И из этого мы получаем какие-то факты. Но разве это возможно в чистом виде? Нет, 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 нет. Вот ручка. Вы смотрите на ручку. А смотрите ли вы на ручку? Всё-таки за ней нахожусь я. А я ещё держу ручку в руках, и вы не знаете, что находится вот за моими пальцами. Допустим, я исчезну. Останется только одна ручка. Одна ручка. Но вы видите фон за мной. За этой ручкой. И действительно, всё получается очень и очень неоднозначно странно. И мы всегда воспринимаем любой предмет в контексте смешения с другими вещами, фонами, феноменами. Здесь даже лучше употребить слово не вещами, а в смешении с другими феноменами. То есть это действительно феноменально воспринимаемо. То есть вот ручка, вот она, вот она. И мы не можем отделить её и оставить её в абсолютной пустоте. И провести в этой абсолютной пустоте над ручкой все соответствующие опыты. Не можем. И вообще не знаем, есть ли абсолютная пустота или нет. Начнём с этого. Но если она есть, мы всё равно не можем этого сделать. И эта ручка всегда будет восприниматься в контексте с другими вещами. И поэтому мы не можем познать ручку саму по себе в чистом её виде. Как следствие, мы не можем познать ни один из предметов сам по себе в чистом его виде. И как следствие, мы с большим трудом можем претендовать на какое-либо познание любого из предметов и всех предметов в совокупности. Вот о чём этот труп, в общем-то, и говорит. Вещи представляются различными в зависимости от места, которое они занимают. Вот ручка. Она занимает место прямо перед камерой. Вот ручка, которая занимает место далеко от камеры. Они очень сильно различаются. И место, место и положение ручки. Положение ручки, положение ручки. В каждом положении она может быть бесконечно разная. Я вам могу бесконечное количество положений ручки показать, но это займёт бесконечное количество времени, поэтому давайте воздержимся от этого. То есть мы воспринимаем ее определенно разной, в каком бы положении она ни находилась. Вещи различны в зависимости от их количества и качества. Тоже верно. Следующее. Восприятие вещей зависит также от того, насколько часто они встречаются. Да, да, очень популярные вещи, такие банальные, которые часто встречаются, да, они воспринимаются несколько иначе, чем редкие вещи. Редкие вещи нередко имеют большую высокую ценность и могут быть переоценены, кстати, некоторыми людьми. То есть у нас есть определенная разница в отношении к редким предметам, вещам, ресурсам, феноменам и к более частым феноменам. Более частые феномены, кстати, иногда могут быть даже так, ну, халатно восприниматься. Ну, например, ха, солнце-то вращается вокруг Земли. Каждый раз выхожу и вижу, вот-вот оно вращается вокруг Земли. Каждый день, каждый день вращается и вращается и вращается, и вижу, оно по небу вот так вот идет, и я все понимаю, вот оно. Вот, вот солнце. С другой стороны, солнце, хоть и каждый день, так вот встречается этот феномен, но оно одно. Поэтому мы обращаем на него внимание. А звезд, огромное количество на небе. И поэтому, прежде всего, из всех звезд были выделены те, которые движутся по странным траекториям. То есть редкие звезды, но напоминаю, что планеты по звездному небу движутся вот по довольно-таки странной такой траектории, которая на петлю немножко похожа. И вот эти вот странные звездопланеты, то есть, как раз они и были названы планетой, потому что они вот так вот путешествуют странным образом. Вот на них обратили внимание астрономы впервые, как раз из-за того, что на фоне огромного количества похожих небесных объектов они двигались довольно-таки странно, то есть они были редкими. И таких вот редких объектов было не так уж и много. Надо еще вспомнить, какие звезды, в общем-то, какие планеты видны невооруженным взглядом на небе, я этого тоже не помню, но неважно. Так вот. Явная проблема здесь намечается, что редкая, редкая сразу бросается в глаза. Частая наоборот. Наоборот. Десятый тропы Неседема. Если Неседема мы сегодня закончим, это такое повторение, повторение тропов, скептиков, мать, учения. Учения, того учения, в котором нет ничего догматического, в котором нет самого учения, да. Десятый троп. Суждение овещи выражает не ее саму, а отношение к другим вещам и к воспринимающему. Ну, тут тоже все понятно, и в предыдущих тропах это раскрывается тоже, отчасти. Тропы Агриппы. У него было пять тропов, которые во многом объединили предыдущие десять. Так вот. Начнем с первого. Разноречивость. А что это значит? Значит, то есть неопределенность в рамках, неопределенность в правилах общественной жизни или в воззрениях философов. То есть каждый, каждый уникальный философ, каждый уникальный деятель религии, какой разных религий, они все говорят разные вещи и приводят разные доказательства, используют разные методы для нахождения истины. И поэтому мы сталкиваемся с большими проблемами. Да, с большими-большими-большими проблемами. Мы не можем определить, кто из них прав, кто из них не прав. И это тяжело. Это действительно тяжело. Кто говорит правду? Чей метод истинен? Чей метод и верен? И как различить истинный метод от метода ложного? Непонятно. А из этого рождается сомнение. Следующий пункт. Удаление в бесконечность. Все доказательства требуют дальнейшего доказывания и так до бесконечности. Ну, наверное, можно привести лишь одно исключение, когда мы берем в качестве основания некоторые аксиомы, которые не требуют доказательства. Некоторые фундаментальные положения, из которых мы уже можем доказывать и дальше которых мы не заходим. Но если мы, например, попросим Кортезия доказать, что я все-таки существует, и это не самое очевидное из того, что мы можем думать, я думаю, вот дальше Кортезий бы не смог зайти. Ну, поэтому он, собственно, является догматическим философом. Так вот, и это, это действительно на самом деле очень и очень интересно. То есть, имеются определенные базовые положения, на которых основываются более частные доказательства. Действительно, либо идут до бесконечности, либо ударяются вот такие вот аксиоматические положения, которые просто не доказываются, потому что их невозможно доказать. Продолжаем. Относительность. Все вещи изменяются, если меняются их отношения, и меняется точка зрения на них. Вот этот троп совмещает большое количество тропов, тех, которые были униседема. Вот, отношения, меняется точка зрения на них. Вот у нас палочка, вот у нас точечка. И действительно, все очень интересно. Причем, может, будут поменяться отношения вещей. Смотрите. Ого-го. Теперь у меня два предмета. Это был вроде бы один предмет, а теперь их уже два. Интересно. Я могу высказывать теперь мнение о каждом из отделях этих предметов. Да. Предположительность. Истина, которая утверждается в сущности всегда, без исключения, является гипотезой. Данный троп тоже понятен. Чтобы претендовать на теорию или на истину, надо быть очень смелым мыслителем, так скажем. И поэтому всякое знание, всякое утверждение, всякая теория, всякое положение в итоге являются на самом деле гипотезами. Ну, по крайней мере, так считал Агриппа, ну, скорее всего, так и есть. Любое положение, особенно сложное, особенно подразумевающее доказательства определенного типа, все они являются гипотезами. Пятнадцатый пункт. Взаимодоказуемость. Утвержденная истина вовлечена в порочный круг. Ну, то есть, если доказательство не удаляется в бесконечность и не удаляется в какую-то аксиому, оно еще может быть зациклено. Это третий пункт, это третий вариант того, как доказываются те или иные положения. Ну, то есть, не знаю, Бог есть, потому что Он есть. А почему Он есть? Да потому что Он есть, например. И такой цикл по кругу. Это вот цикл из одного элемента в данном случае. Или давайте цикл из двух элементов попробуем привести. Всегда у меня вот эти проблемы с примерами возникают такого рода логическими сейчас. У всего, что существует, должно быть начало. Следовательно, начало есть. Ну, и Аристотель продолжает, это начало перводвигатель. Потом задаем вопрос, а почему есть перводвигатель? Почему он вообще существует? Почему он есть? А потому что, потому что у всего, что имеет начало, должен быть, да, ну, всего, что существует, должно быть начало, в общем-то. И поэтому должно существовать это начало, и поэтому перводвигатель, типа, существует. В данном случае я упростил аргументацию Аристотеля, у него там цикл подлиннее будет все-таки. Но мы с вами решили, просто примеры сейчас приводим, не думайте, что Аристотель был так, так-так-так слаб, так скажем. Продолжаем. Тропы Канта. Кант, конечно, не был скептиком. Его даже агностиком назвать, ну, довольно сложно. Но многие его положения мы можем использовать в качестве скептических тропов. И прежде всего мы используем в качестве тропов его антиномии. Ну, то есть антиномии чистого разума замечательная штука, по крайней мере, потому что они могут быть использованы в качестве тропов скептицизма, и они добавляют наш список из 99 тропов. А так вот, тропы Канта. Мы не знаем, просто ли все устроено или сложно. То есть все едино или состоит из мельчайших частей. То есть философы действительно спорят, един ли мир. Можем ли мы воспринимать бытие как нечто единое и связанное само собой. Да, есть какие-то законы, пронизывающие весь мир. Или все эти законы, это просто иллюзия, обусловленная движением каких-то микроскопических, даже меньше, чем микроскопических, вообще не скопических. То есть те, которые вообще невозможно никак увидеть и познать частиц, которые имеют неизвестный, в общем-то, предел деления. И на этот вопрос ответить по Канту невозможно. Продолжаем. 17 троп. Тоже к Канту относим в данном случае. Мы не знаем, свободны ли мы или нет. То есть имеется ли в мире детерминизм или мир индетерминистичен. Являемся ли мы детерминистичными или индетерминистичными. Притом мы не знаем, по сути же. Даже если мир индетерминистичен, то есть не имеет детерминации, случайен, мы при этом можем не обладать свободой, потому что даже в мире, в котором все вокруг свободно, человек может быть закабален. И не только человек, живые существа могут быть закабалены. То есть, по сути, вопрос о свободе даже не сводится к детерминизму и индетерминизму. Напомню, что в моей концепции возможностей, в моей концепции случайности, как раз существует такое положение, согласно которому случайности в процессе протекания могут создавать определенные закономерные цепочки. То есть, закономерность может быть видимым следствием неких случайностей. Ну вот, например, я случайно, абсолютно случайно выиграл лотерею. Я выиграл миллиарды долларов. И я такой весь, хух, теперь я богач. И все, моя жизнь полностью изменилась. И это определенная закономерность получается. То есть, моя жизнь закономерно изменилась. Я могу пустить вот эти деньги закономерно в какой-нибудь бизнес и потом продолжать дальше зарабатывать деньги практически до самой смерти. И в этом смысле случайность произвела закономерность. Я полагаю, что такие же процессы могут происходить на более высоких уровнях, вплоть до метафизических. Продолжаем. 18-й троп тоже относится к Канту. Мы не знаем, существует первопричина мира или нет. Он задал это немножко по-другому, есть бог или нет, но неважно. Неважно, мы немножко вот расширили данную проблематику. И это действительно имеет смысл в контексте не только учений Канта, но и в учении Даосов, например. В учении других каких-нибудь интересных мыслителей Востока и Запада. И это действительно того стоит. Так вот, следующий троп. Мы не знаем, конечен ли мир или бесконечен. Тоже интересный троп. Мы не знаем, насколько велика Вселенная и сколько Вселенных в принципе могло бы существовать. Также мы не знаем вообще, может быть, да, она существует и все как бы хорошо. Мы также не знаем подлинный размер Вселенной. Да на самом деле мы, может быть, даже с большим таким... с большой погрешностью представляем себе размеры галактики. Вообще есть множество проблем, связанных с научными наблюдениями. Но я вам о них уже буду рассказывать в других своих текстах, в других своих видео, в других работах. Ну, по сути, антисоентизм развивается, и я работаю тоже в том числе над этим. Но мы не знаем, в общем-то, конечен мир или бесконечен. И это фундаментально важно для решения не только философских, но и научных вопросов. Двадцатый пункт. Сомнение в существовании реального абсолютного времени. Ну, то есть того времени, которое течет вне человека, вне человеческого разума. Если, ну, по канту напоминаю, что время — это то, что возникает у нас в восприятии. Мы воспринимаем благодаря времени, и его в мире может, в принципе, вообще не существовать. То есть мы можем действительно усомниться в том, что время, объективное, объективное время в мире существует. Также мы можем усомниться и в существовании пространства вне нашего, в общем-то, интеллекта. Нам достаточно определенно только восприятий. Ну, это можно даже тропом Беркли назвать, не знаю. Ну, тут неважно. Неважно. Кант ясно дал понять, что время и пространство в его системе занимают такое интеллектуальное положение. И мы тоже продолжаем вот этот троп. И выводим это в определенные скептические тропы, и согласно которым ни времени, ни пространства может не существовать. Из этого следует, что не существует, кстати, и движения. А если не существует движения, то вся современная физика, ну, по сути, может, по сути, говорить абсолютную ерунду. Ну, потому что физика с определенного времени, еще с Аристотеля на самом деле, занимается преимущественно проблемой движения. И практически все, что мы встречаем в физике, это почти всегда проблема движения. Если движения нет, как говорил Парменид, то, к сожалению, и науке об этом движении быть не должно. Продолжаем. Тропы других философов. Сейчас мы обратимся к идолам Бекона, к известным идолам Фрэнсиса Бекона. Так и вот. Фрэнсис Бекон утверждал, что существует идол воспитания каждого отдельного человека. То есть, помимо других факторов, которые могут, в общем-то, мешать познанию, и мы их уже перечислили, мы не будем другие идолы просто перечислять, потому что они уже так или иначе будут вплетены дальше повествования нашим, или уже были вплетены. Так вот. Идол воспитания каждого отдельного человека, он так бы такой уникальный. То есть, человек воспитывается. Он воспитывается как существо познающее и как существо догматическое. Он воспитывается методически, воспитываются определенные методы познания, которые он хочет, может применять вообще в принципе. И так же, да, человек воспитывается как существо догматическое. То есть, он уже изначально верит в определенные положения. У него есть определенные ожидания от этого мира. И это относится ко всем. Это относится к ученым, это даже относится к некоторым людям, которые себя скептиками называют. Ну, вот и все. А это хороший троп. Это, по сути, очень хороший троп. Потому что, претендуя на познание, нужно претендовать еще на то, что мы не подверглись ложному воспитанию. То есть, нам не внушили те мысли и те ожидания, которые не соответствуют реальности, которые мы хотим выдать в действительность. Двадцать третий троп. Возможный селепсизм. Возможен ли селепсизм? Почему нет? Ну, то есть, вы не можете опровергнуть селепсизма. К сожалению, хорошие последователи и концепции селепсизма и около селепсизма, как у Беркли, например, они были, их опровергнуть просто невозможно. Просто их нельзя доказать. Начнем с этого, да, их нельзя доказать. Но ее провернуть тоже. И в этом проблема. Это тоже проблема. И скептик, если уж что, если уж на крайняк какие-то проблемы возникнут, он может прибегнуть к этому тропу. Двадцать четвертый троп. Возможное отсутствие я. Представьте себе, что я нет. То есть, нет субъекта познания. Нет не только субъекта познания, но и вообще любой вашей личности. Ваша личность является в данном случае иллюзией, определенным конструктом. То есть, нет познающего. Если нет познающего, вы серьезно собираетесь познавать, если нет никакого познающего? Интересно. Двадцать пятый троп. Возможность иллюзорности мира. Ну, то есть, все есть. Сон, мозг в колбе, майя, матрица, да все что угодно. Много таких концепций, которые описывают мир в качестве иллюзорного. И это мы тоже можем использовать в качестве одного из тропов скептицизма. Горгий. Следующее положение Горгия. Двадцать шестой троп. Истины нет, как и мира. Допустим, что истины никакой нет. Допустим, что и мира никакого нет. Нет бытия. Что тогда делать? Доказать это положение тоже невероятно трудно. Его представить даже очень сложно. Но Горгий, Горгий пытался это доказать. Но даже если истина и мир есть, мы переходим к двадцать седьмого тропу, который тоже связан с Горгием. Даже если истина есть, и даже если этот мир есть, то они немыслимы. Представьте, что да, да, действительно, вот, все есть, все на месте, все хорошо. И истина есть, и мир есть. Но мы не можем их помыслить в силу наших, может быть, физиологических недостатков, недостатков, интеллектуальных недостатков, либо каких-нибудь еще недостатков. Просто у нас нет физической и психической, и вообще какой угодно способности приблизиться к этому миру. Просто антологически. То есть наше бытие задано таким образом, что оно не может познать бытие этого мира. Все. Шах и мат философский, как бы. Абсолютный радикальный агностицизм, и с этим вы просто вот, ну, тоже ничего сделать не сможете. То же самое, что и с элипсизмом, на самом деле. Ну, кстати, мы должны заметить здесь один такой интересный факт. Скептицизм не равно агностицизму. Агностицизм отрицает познание. Скептицизм использует отрицание познания в качестве философского тропа. Да. И в этом смысле и с элипсизм, и агностицизм для скептицизма будут, ну, относительно равны, и они будут использоваться как инструменты. Инструменты, позволяющие нам усомниться в различных положениях, инструменты, позволяющие переубедить нашего оппонента, предложив ему какие-нибудь вот такие вот интересные допущения, о которых он никогда в жизни не думал. Вот. Продолжаем. Если истина и мир, ну, 28-й троп, конечно, тоже горгий, если истина и мир все-таки мыслится, все-таки есть какая-то возможность помыслить их. Понятно, что огромное количество мыслителей по-разному осмысляет мир, но вдруг одна из этих концепций, одна из этих возможностей все-таки вот есть она, она реальна. Нельзя ее предъявить другому. То есть у нас, да, огромное многообразие учений, колоссальное их количество, сотни тысячи учений, плюс еще религии несколько тысяч, плюс еще наука у нас существует, и возможных учений бесконечное множество. И что с этим делать? Как человек, один-единственный, один-единственный мыслитель, который смог помыслить истинную мир, нашел правильный метод для этого помышления, как он сможет предъявить это другому, доказать, передать и показать? Да никак. На самом деле действительно никак. Вероятность того, что он сможет это передать каким-то образом адекватно, ну, вот вообще микроскопическая, это колоссальная удача, вот просто невероятная удача, и вряд ли кому-то так сильно повезет. 29 пункт. 29 троп. Мишель Фуко. Зависимость познания от власти. То есть существуют определенные властные структуры, которые заинтересованы в том, чтобы философы, ученые и деятели религии говорили какие-то определенные вещи, которые будут выгодны для этой власти. Это сильно подбивает авторитет познания. К сожалению, очень сильно подбивает авторитет познания. И если в науке, например, власть имущие, и имущие определенными финансовыми ресурсами, могут влиять на научные исследования, а они могут это делать, к сожалению, это очень плохо для познания. То есть это сразу понижает эффективность познания и его надежность на очень-очень много пунктов. Но на самом деле это еще не разбивающий такой аргумент. Но он один из тех тропов, который является реальным. То есть власть имущие имеют власть не только над людьми, но и над познающими людьми в том числе. 30 троп. Мы все еще можем сомневаться в существовании движения. Парменид. Можем? Можем. Можем, конечно же можем. Безусловно, можем сомневаться в существовании движения, как это делал Парменид. Нам никто не запрещает этого делать. 31 троп. Сомнения в существовании материи. Это Беркли. И действительно можем сомневаться в существовании материи. Следовательно, все материальные учения сразу же подвергаются резкой критике. 32 пункт. Освальд Шпенглер. У нас имеется огромное количество культур с множеством различных мнений. Трудно определить, какая из культур в большей степени права и права ли какая-нибудь вообще. Ну, в общем, мы закончили на первых 32 тропах. Я думаю, продолжим в следующем видео. Ну, потому что это может действительно продолжать просто бесконечно. Я думаю, разделить. Все-таки разделить видео на три. Восьмикратно с вами прощаюсь. И желаю понимания. Спасибо, что меня слушаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok